По просьбам многочисленным наших подписчиков, по поводу обратного молотка, по комплектности конкретно. Вот он идет в наборе. Бывает нету либо этой лапы, либо вот этой лапы. Разница этих лап это на 100, центровой на шпильках на 100, это на 114. Все чем они отличаются. Сам обратный молоток, он не только прикручивается на шпильки, чтобы выбить что-то или еще как-то. Здесь в наборе штревель вот такой вот. Это для того, чтобы выдавить привод, который застрял. То есть так крепится на шпильке, он упирается в шрус и выдавливается. Этот же штревель, он работает как съемник либо двухлапой, либо трехлапой. Сейчас покажу вам. Это для того, чтобы съемник у нас не разъезжался. То есть накручивается вот таким вот образом. Потом накручивается сам съемник. Можно это все сделать и вот так вот. То есть будет съемник уже с обратным молотком. Так конкретно для кручения. В наборе идут только болты вот эти вот. Это уже я здесь положил комплект тебе, скажем так. Лапы для съемника. Либо с наружной стороны, либо с внутренней стороны. Болтики так крепятся. Ну мы сделаем с внутренней стороны, чтобы цеплять, потому что у меня уже изнутри сделано это. Конус поставлен так. То есть одевается сюда что-нибудь круглое. И вот таким вот образом разжимается. Нет, получается не так я его собрал. Занаружно получается должен таким образом разжиматься. Чтобы не соскакивали, когда ударять будем, либо когда крутить будем что-то. Таким вот образом. Все, то есть мы снаружи что-то взяли. И этой штучкой-дрючкой вот так вот подкрутили. Все, то есть то, что мы взяли снаружи, уже не соскользнет. Если на внутреннюю сторону брать, то перекручивается вот этой частью. Конусом. Все так же это работает и на обратном молотке конкретно. Сам штейн накручивается. Принеси его в поправку какой-нибудь. Так же работает. Что-то мы вот так вот зажали снаружи. Гаечкой подкрутили. И уже все. У нас лапки не разжимаются. Это все не слетит вся конструкция. То есть без проблем можно колотить сколько влезет. Трехлапы, соответственно, лучше берет. Так же в комплекте идет еще съемник для подшипников. Для сальников. Все, куда он влезет, можно заимпрессовать. Вот такой вот загибуленькой. То есть за что возможно схватиться, мы схватились. И аккуратненько. Ну или вот так. Скажем. Есть у нас место такое. Скорее всего для правки кузова. Чтобы с гаечкой приваривается. Таким вот образом. Чпок, чпок, чпок. Подкинули. Все. Все функции этого обратного молотка, в принципе, на этом не терпаны. Очень удобная штучка. Это у меня второй уже молоток. Первый у меня молоток только респортил. Здесь резьбу подзабили. И он мне прошел ее не тем шагом. Здесь какая-то дюймовая, сколько-то ниток, чего-то там. А он мне взял ее и прошел обычным метрическим метрическим. В общем, так мой первый наборчик у меня. Всем спасибо за просмотр. Всего вам.